Всем привет! Вы смотрите репортаж Сайберкрайм-Кона. Ну, если честно, Сайберкрайм-Кон был 10 октября, но так уж вышло, что дата совпала с днём празднования дня рождения любимой и дорогой медиагруппы Авангард. Поэтому наш репортаж немножечко вышел позже, конкретно на сутки. Ну, в общем-то, с кем не бывает, я думаю, что это не страшно. Тем более, не посетить это мероприятие просто нельзя, потому что именно здесь каждый год мы слушаем о том, что вот он, конец света, который ещё чуть-чуть, прям ещё немножечко, и он таки наступит, и останемся мы и без денег, без компьютеров и по горло в радиоактивной пыли. Публику в этом году почуют очень интересные темы, и threat intelligence, то есть разведка угроз. За последние пять лет сказано на эту тему очень-очень много, и, в принципе, программа мероприятия нам тоже как бы намекает о том, что threat intelligence всему голова и лекарство от всех болезней, но, возможно, очередное. А вот если практическая польза от threat intelligence, кто использует технологии, каким образом это делают на практике, ведь одно дело – валить все спички по воровьям и совсем другое – микроскопом колоть орехи. Ну, в общем, именно об этом мы решили поговорить сегодня с участниками конференции. Что такое threat intelligence в понимании и реализации компании группы B? Конечно. Threat intelligence – это система киберразведки. Мы накопили огромное количество данных и опыта, и сейчас мы эти данные представляем своим клиентам для того, чтобы они, скажем так, превентивно реагировали на различные киберугрозы. Мы участвуем в крупных расследованиях, за счет этого мы получаем очень много информации, которым мы можем, скажем так, обогатить наших клиентов с помощью этой информации. Кейсов тут, ну, достаточно много. И выглядит это не так, что безопасник сидит и получает письмо счастья. Он получает направленные фиды на себя, направленные кейсы по бренд протекшену, направленные кейсы, например, информацию по скомпрометированным учетным записям. Если это банки, то по банковским картам. И дальше ее используют. Наш любимый Вонокрай и Петя, который случился после того, как Shadow Brokers опубликовали уязвимости для Eternal Blue. Мы сразу же после их публикации сделали в нашей платформе Threat Intelligence в сервисе уведомление о том, что необходимо сделать, к чему это ведет. Те клиенты, которые это сделали, они после этого ни от Вонокрай, ни от Пети не пострадали. Соответственно, наши клиенты не пострадали. Но, как мы видим, огромное количество компаний, которые это не сделали, и поэтому там весь рынок был взбудоражен. Этот рынок, он достаточно крупный. Это и большое промышленное предприятие, и, конечно же, модная и реально актуальная критическая инфраструктура, и все объекты критической инфраструктуры. Это и транспортные предприятия, это и банки, это и крупный ритейл, может быть. Да, действительно, компания должна дорасти до использования Threat Intelligence в некотором плане. Это обычно компания, у которых все-таки есть либо СЕРТ, либо отдельно выделенная ИБ-группа, либо Security Operation Центры. Например, компании, входящие в группу, у которых есть головной Security Operation Центр, да, и тогда там достаточно в самих компаниях там один-два безопасника, которые просто будут реагировать на инциденты, которые им спускаются снутри. В самом Security Operation Центре может быть там от 5-7-8 людей до 20-40 из 100 человек. Threat Intelligence — это именно та система, которая необходима современному Security Operation Центру для того, чтобы не просто реагировать и бежать за уже случившиеся угрозы и ее расследовать, а для того, чтобы быть защищенными от тех угроз, которые могут случиться в будущем, в ближайшем будущем, и грамотно, скажем так, к этому готовиться. Вся безопасность сейчас строится на том, что строят модель угроз, да, то есть люди как-то предсказывают, кто и как их будет атаковать. А проблема в том, что на самом деле этого мало кто знает. То есть ты строишь все безопасности на годы, и при этом ты с трудом понимаешь, как тебя атакуют сейчас, и, как правило, вообще не понимаешь, как тебя будут атаковать через 2-3 года. Безопасность должна быть очень адаптируемой. И это очень важно, и по-честному этого делать почти никто не умеет. И вокруг этого сейчас есть такое облако, ну такой хайп такой, да, там модные слова, threat intel, бла-бла-бла. Но, конечно, по факту это решение двух задач. Первое, это, собственно, собрать вот те самые данные, которые будут реализовать конкретные какие-то атаки, обобщить их. А второе, иметь механизмы их доставки до заказчика. Со вторым это делать несложно, а вот собрать данные, релевантные данные, касаемые твоей индустрии, твоей страны, это очень непросто. И кто это сделает, тот будет, ну, до среды мира, условно говоря, да. Заказчику, им не нужны SIEM-ы, им не нужны TNTL-ы, им нужно увидеть инцидент. Как он увидит, заказчику все равно, да. И задача вендора сделать так, что твое решение, оно умело помогает заказчику увидеть инцидент. Это очень сложно, это прям большая работа, и она постоянная. Агрегация всех информаций, там, ФИДы, ИОКи, понимание угроз. В это уже давно пошли все мировые вендоры, все крупные заказчики пытаются получить эту информацию. На ее основе уже корректируют настройки своих средств защиты, своих систем мониторинга. Но еще раз, по-честному, чтобы сейчас принимать решение о защите от конкретных атак, вам нужен штат людей и много всяких разных решений, да. А одной такой вот прям золотой пули сейчас нету. Вот, но это такой интересный челлендж для индустрии. Что такое front and tell? Это сбор неких данных, связанных с безопасностью их классификации, улучшения. И накопление, в том числе для собственных целей, или там для целей, я не знаю, предоставления его в какие-то общие базы данных или так далее. Это не будущее, это не хайп, а это то, чем информационная безопасность жила, собственно, изначально с того момента, как она появилась. Стало модно говорить об этом потому, что мы пришли к некому насыщению и перенасыщению рынка информационной безопасности. На стороне заказчиков произошло тоже некое перенасыщение. Они понимают, что там кто-то использует 5 инструментов защиты, кто-то использует 25, ну, надеюсь, нет тех, кто использует 205, да. И пришло как раз понимание, что может быть вопрос-то не в движках, не в технике, а вопрос то, на что, на какую, собственно, интеллектуальную базу опираются те движки, которые работают. И надо это воспринимать как тренд какой-то, как хайп. Это лишь спустя, сколько получается там, 25 лет активного развития технологии ИБ, это как раз такое обоюдное желание и вендоров, и заказчиков перестать вкладывать огромные инвестиции в расширение средств защиты, а постараться, в первую очередь, улучшить то, что уже сейчас есть. О чем говорил Илья Сачков сегодня, что в области ИБ, в области особенно профессионального сообщества, мы должны избавиться от четкого разделения, это B2C, это B2B. Потому что B2C атакует B2B, B2B атакует B2C. Компании, которые есть что терять от успешного инцидента информационной безопасности, деньги, технологии, какая-то там инновации, промышленные секреты, им Фред Интелл нужен. Компаниям, которым нечего терять, ну, странные компании, ну, наверное, такие есть, им, наверное, Фред Интелл еще пока не нужен. Что такое, собственно, Сред Интеллдженс? Как ты это понимаешь? Это такой продукт или, наверное, можно сказать, сервис в некоторых случаях, который агрегирует аналитику по безопасности, по угрозам, там изучают специалисты Darknet и, собственно, превращают это в некий поток данных, которые распространяют среди своих клиентов. Насколько заказчики реально хотят что-то прогнозировать, к чему-то готовиться или у них там хватает ресурсов только на то, чтобы вот разгребать навалившуюся беду? Да, действительно спрашивают, но активно используются. Я, честно говоря, ну, у нас есть клиент, кто это использует, и есть еще один на подходе. То есть это из всей нашей практики те, кто действительно хотят использовать у себя платформу Threat Intelligence. Ну, опять же, это связано с тем, что нужно большое количество аналитиков, экспертов, которые будут разбираться и понимать, что с этим делать. Кто использует Threat Intelligence? Это компании откуда? Там банки, промышленность и так далее, ну и размер. Да, это банки, то есть вот те примеры, которые я привел, это банки и размер, ну, топ-30 банков. Понятно, то есть как бы размер в этой истории имеет значение, да? Системами, сервисами Threat Intelligence пользуются либо зрелые организации, которые у себя строят все правильно, правильный софт, да, модный тренд и правильно выстраивают процесс. Еще одним клиентом таких решений, таких платформ Threat Intelligence являются внешние сервисы, внешние соки, так называемые MSSP провайдеры. А вы не думали о том, что ваше решение станет круче, если условно в нем будет предустановлена подписка на какие-то вот такие фиды? Мы думали, как мы можем обрабатывать этот фид автоматически. Это то, как раз таки, над чем мы работаем. Так как у нас внутри системы есть возможность автоматизировать сценарии реагирования на инциденты и сценарии реагирования не только на произошедшие инциденты, а просто сценарии выявления чего-либо, запуска определенных скриптов, то, собственно, получая фид от Threat Intelligence платформ, мы сможем вытаскивать из этого фида интересную информацию для безопасника и дальше ее запускать в какие-то плейбуки. Делать у себя внутри, ну, время покажет, пока не было предпосылок. Из услышанного складывается впечатление, что Threat Intelligence это, наконец, та технология, которая поможет нам сменить парадигму, когда нападающие всегда впереди защитников хотя бы на шаг. Теоретически, благодаря Threat Intelligence, куда бы злоумышленники ни сунулись, защитники будут ждать их, готовые к удару уже там, в конечной точке. Но, как показывает статистика международных агентств, компаний, которые реально эффективно используют платформы разведки угроз, даже в мире их всего единицы. Но по России у нас такой статистики нет. Однако, в сегодняшних беседах с Финдорами мы услышали, что клиентов, которые хотят заниматься, готовы заниматься Threat Intelligence, их тоже мало, тоже единицы. И это компании, очень развитые в плане информационной безопасности. Ну, в общем-то, мы с вами все хорошо знаем. Для остальных же Threat Intelligence это пока еще очень дорогая, занятная, конечно, но недоступная игрушка. Собственно, вы просто представьте, какой объем данных нужно анализировать для того, чтобы получить правильные результаты. Поэтому ничего удивительного, что на прошедшем БиСаммите отдельно стоящую тему Threat Intelligence участники просто-напросто похоронили. Нет, безусловно, у темы есть потенциал, но развиваться он будет в рамках, скажем, центра реагирования на инциденты. Кстати, об этом будут обязательно рассказывать на СОК-форуме, который уже совсем-совсем скоро состоится. А в сухом остатке, если поговорить об уровне поднимаемых вопросов, то совершенно ясно, что на Cybercrime.com говорят о трендах и глобальных угрозах. А вот как построить своими руками платформу разведки угроз, ну, наверное, по таким вопросам это не сюда. Может быть, лет через пять, когда рынок созреет и компаний, зрелых компаний станет не единицей, а хотя бы десятки, то тогда и конференция тоже эволюционирует, и мы, наконец-то, услышим, как же строить эти самые платформы разведки угроз. А в остальном ворчать я больше не буду, потому что ворчать больше не о чем. Большое спасибо организаторам, и на этой мажорной ноте мы прерываем наш репортаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите, ну, например, наш обзор первого доверенного телефона Тайгафона. До новых встреч, пока!